Их песни преследуют нас Песня «Самая-самая» Егора Крида скрывает в себе жуткую историю о больной любви и зверских убийствах Если проанализировать ее, то можно действительно ужаснуться Она любила кофе в обед, она любила жить без проблем Она любила кофе в обед, она любила жить без проблем Композиция начинается как нечто похоронное, как панихида Исполнитель вспоминает детали о жизни безымянной девушки Да, о ком точно поется прямым текстом нигде не сказано, поэтому приходится строить догадки на основе услышанного И по утрам ее вкусный омлет Несложно догадаться, что в строчке «И по утрам ее вкусный омлет» с неоднозначным жестом в клипе под словом «омлет» скрывается минет Работа 24 часа Работа 24 часа Кто работает 24 часа и по утрам делает минеты? Либо фрилансеры, либо проститутки Контекст песни склоняет нас скорее ко второму варианту Значит, Егор поет панихиду по мертвой шлюхе? Уже интереснее, идем дальше Меня манили ее глаза, ее руки, ее губы Я ее встретил и замер Описывается состояние, близкое к эффекту гипноза После слов «она хитрая, словно лиса» становится предельно ясно, что это, скорее всего, цыганка Неужели Егор влюбился в проститутку? Очень любопытно Давайте покопаемся в интервью с Егором, чтобы составить в голове более четкую картину варианта произошедшего Я пытался понять, что такое любовь, и не смог Ты вообще одиночка? Одиночка, да Знаешь, я никогда не чувствовал себя счастливым Вообще ни разу в жизни Я всегда пытался понять, что такое счастье Егору приносит омлет, который он заказал Омлет? Прямо во время интервью? Да что ж ты творишь-то, окаянный? Любовь он понять не может! Фу! Зато как мы можем понять из слов Егора в интервью Ни о какой любви в его песнях, речи и быть не может Ведь он одинокий-одиночка, идущий по одинокой дороге Один Но тем не менее, его мучают воспоминания о цыганке-проститутке Так сильно, что он сходит с ума Он исповедуется своей матери, видимо, она одна из немногих, кому он может доверять О боже, мама, мама, я схожу с ума Её улыбка, мама, кругом голова Как-то многовато переживаний для обычной мёртвой шлюшки Похоже, Егор чувствует некую ответственность за её смерть Что приводит нас к мысли о том, что это именно он убил её Хотя стоп, может, мама здесь это не обращение? Может, Егор до сумасшествия влюблён в собственную мать? Тяжёлая форма Эдипова комплекса, все дела О боже, мама Её, то есть мамина, улыбка Мама Из-за моральных рамок Егор не может быть со своей мамой Поэтому находит девушек, похожих на неё Спит с ними, а затем убивает, страдая от тронувшегося разума Песня «Самое-самое» дала нам порцию оснований считать, что всё не так просто Я сделал продолжение песни «Самое-самое» История невесты из «Самое-самое» для меня лично оборвалась В интервью Егор часто говорит, что самое-самое неразрывно связано с песней «Невеста» И что в этих треках нашли выплеск его настоящие переживания Поэтому обратимся к тексту «Невеста» и попробуем найти больше ответов «Невеста» — это песня, в которой молодой Егор задвигает своей девушке тему о свадьбе и произведении потомства «С пятницы по понедельник я с тобой, бездельник и безденег, но зато я твой» Весьма загадочные строчки, особенно про безденег Неужели Егор врёт, чтобы войти в доверие жертвы? Потому что с деньгами у этого пензенского парнишки проблем никогда не было Вот его фоточка с 2010 года, а вот его отец — бизнесмен, директор компании «Унитрон» Кроме того, пропивая эти строки в клипе, Егор находится в окружении двух спящих полуголых девиц и разбросанных банкнот Кстати, не факт, что эти девушки живы Так нахрена ему свадьба, если он блюдун? Его любовь — это игра и попытки втереться в доверие Не надо мои чувства называть их ронь Видимо, Егор надоело убивать шлюх, и в песне «Невеста» он перешёл уже на обычных труднодоступных девушек Представляясь в образе такого нищеброда-бездельника Твои родители меня не любят, болтают ерунду, мол, он тебя погубит Пойди скажи родным, пусть вытрут слёзы Собственно, поиск по новостям о зверских убийствах пензенских девушек Может дать исчерпывающее количество случаев, где личность маньяка осталась неустановленной И преступник не был пойман Родные Егоры покрывают его нездоровое увлечение, а сам он действует очень аккуратно Но для нас он оставил достаточно улик Белое платье и фата здесь — это не свадебный наряд Это костюм, в котором девушку похоронили Единственным светлым пятном этой истории остаётся то, что Егор начинает осознавать, что он болен Моя невеста, ты моя невеста, мне интересно, это наиву или сон Он пытается разобраться, где находится — в объективной реальности или в психическом трипе А значит, возможно, для Егора ещё не всё потеряно Подписывайся на канал, если этого почему-то до сих пор не произошло Ставь палец вверх этому видео, делись с друзьями в соцсетях и оставляй комментарии В каких песнях назойливые попсы, по-твоему, тоже скрыты загадочные подтексты? Раскроем жуткие тайны вместе! Субтитры делал DimaTorzok